Приветствую вас! С вами Елена Левицкая и Академия Юрведы. И сегодня мы поговорим о шести вкусах. Существует большое количество вкусов и оттенков, но основные шесть очень важны в питании. Сладкий вкус, например, как персик, кислый, как цитрусовый, лимон, апельсин, соленый, как соль или соленый огурец, острый, как перец чили, горький, как куркума или рукола, вяжущий, как гранат или черемуха. В одном продукте может быть несколько вкусов и оттенков вкусов. Оказывается, когда в блюде есть шесть вкусов, мы быстрее наедаемся, даже небольшой порцией. Наши чувства и эмоции в гармонии, гормональная система в порядке, ум спокоен. Пример такого блюда с шестью вкусами – русский борщ. Правда, в аюрвиде мы варим его не с мясом, а, например, с зеленой чечевицей. Овощи в борще дают сладкий вкус, томаты кислый, соль соленый, специи и травы острый и горький, а чечевица – вяжущий. Вкусы могут согревать, например, острый, кислый, соленый или охлаждать, например, сладкий, горький, вяжущий. Самый согревающий – острый вкус, самый охлаждающий – вяжущий вкус. Важно учитывать это в питании, и летом, например, есть больше фруктов, трав и меньше острого, соленого. Вкусы имеют природу пяти элементов – воздуха, эфира, воды, земли и огня, из которых состоит все живое. Например, сладкий вкус имеет природу воды и земли, поэтому при переедании этого вкуса мы становимся тяжелыми, ленивыми, полнеем. Людей же с тонкой костью и стройных такой вкус успокаивает и немножко утяжеляет, как бы заземляет. Сладкий вкус делает людей улыбчивыми, питает чувство любви, а в детском и юношеском организме помогает росту мышц, развитию. Но испыток сладкого нарушает работу поджелудочной и других органов. Важно, чтобы сладкий вкус мы получали не из сахара и его вредных канцерогенных заменителей, а из фруктов, овощей, орехов, меда и так далее. А горький вкус состоит из элементов эфира и воздуха. Он облегчает, сушит, выводит токсины. Поэтому, если с утра вместе с фруктами попить имбирный чай, цикорий или травяной чай, мы можем взбодриться и захотеть двигаться. Нас тянет на горькой, когда не хватает движения в уме или в теле. Но горький вкус лучше получать не из кофе, какао и алкоголя, а из полезных продуктов. Желательно, чтобы все вкусы были в балансе. Хорошо, когда в вашем обеде много разнообразных вкусов, а ужин наоборот нейтральный. Шесть вкусов могут быть даже в одном блюде. Когда нам не хватает вкусов, мы начинаем использовать разные кетчупы, майонезы, смешивать слишком много ингредиентов. Или начинаем после обеда что-то сразу жевать. Жвачки, конфетки, печенюшки. Вкусы можно добавить и специями, травами, и соусами. Шесть вкусов не только дают вкусы пищи, но и вкусы эмоций. При злоупотреблении каким-либо вкусом ум заглёстывает эта эмоция, гармония нарушается. Сладкий вкус, как я уже сказала, вкус любви, но при избытке дает ощущение, что любви не хватает и дает лень. Соленый дает легкость умом, а в избытке негибкость ума, жадность. Кислый дает остроту ума, а в избытке зависть, сожаление. Острый дает нам целеустремленность, а в избытке гнев, агрессию. Горький вкус дает нам ясный ум и проницательность, а в избытке горе и разочарование. Вяжущий вкус дает оптимизм и хорошее самочувствие, а в избытке страх. И напоследок дам вам рецепт соуса с шестью вкусами полезного орехового майонеза, который можно кушать с лепешками, с овощами на пару, с крупами, пловами и просто макая в него полоски свежих овощей. Возьмите полстакана проросков зеленой гречки или, если у вас нет зеленой гречки, очищенные семечки подсолнечника, вымоченные 4 часа. Также возьмите полстакана вымоченного ореха кешью или миндаля, вымоченного и очищенного от кожицы. Одну восьмую чайной ложки желтой горчицы, целой или молотой. Одну шестую чайной ложки кориандра молотого. Одну столовую ложку нерафинированного масла, вашего любимого, например, оливкового. Лимонный сок и черную природную соль или обычную соль, по вкусу. При желании вы можете добавить в соус чеснок или щепотку асофетиды. Асофетида это специя со вкусом чеснока, продается в магазинах восточных специй. Вы можете добавить травы свежие или сушеные, петрушку, укроп, кинзу, черный или красный перец. Соедините все эти ингредиенты в блендере, добавляйте понемногу воду, примерно полстакана, чтобы взбить всю массу до консистенции майонеза или густого соуса. Масса должна быть однородной, без комочков. Храните такой соус в холодильнике не более суток. Приятного аппетита! С вами была Елена Левицкая, до встречи на следующем уроке.